Это Шрек, Давид Шрек, Международный мастер из Израиля. Здравствуйте, Давид. Так, это у нас какой-то рейтинг, наверное, будет. Вау! Вот какие игры, да? Непонятные. Ну, давайте я в что-то такое гринфельдовое буду переходить. Ну, хорошо, ладно. Плавали, знаем. С4. С4, С4. Оставить пешку на С6, да? Как-то слишком пассивно, да? Пешка на С6, она такая. Но, с другой стороны, конь на Д2. Вот. Это мне начинает нравиться немножко. И тут, наверное, надо в центре срочно как-то завязывать контр-игру. Может, вообще-то С5 сыграть, я думаю. Чтобы пешка на Б5 осталась, не у дел. Сюда, допустим, взяли. Взяли, взяли и... Ну, я понимаю, что соперник, скорее всего, здесь уже все проанализировал, да? Все знает, кого, куда, куда двигать. Но все-таки слон-то на Б2 висит. Насколько я могу понять. А мой конь на Б6 сейчас может прийти. Приползти в итоге. Сюда, сюда, сюда. Или на С5, кстати, тоже неплохо. Так, а если сразу сыграть конь Б6, дайте-ка подумаю. Пешка на А4 висит. Это, кстати, пешка на А4, я считаю, серьезная девушка. С ней надо будет каким-то образом белым принимать меры. И заметьте, что белый король на Е1 стоит. У меня сейчас еще один развивающий ход осталось сделать. Да, я просто, вы знаете, вот я просто хотел вот так сыграть. Ферзь, С5. И все равно хочу съесть эту пешку. К размену на Ж7 отношусь философически, как говорится. Ну, и дальше сюда. Ну, скажем... Ага. И теперь, если я играю неожиданно, да, ферзь уходит куда-то далеко, тогда ферзь Д4 просто съедает моего коня. Ну, вот поэтому я ставлю ферзя на Б4, чтобы с пешкой А4 увеличить на ее нажим. Взяли-взяли, там еще ладья С8 подключается. Так что, мне кажется, пока я прав. Скажите, граф, я прав или не прав? Ну, вот в данном случае, наверное, граф может меня на короткое время слегка похвалить. Ну, а что будет на длинной дистанции, посмотрим. Конечно, у белых должна быть определенная компенсация за эту пешку, вне всяких сомнений. Ну, пусть соперник докажет. Знаете, одна из компенсаций связана с тем, что белая ладья просто-напросто идет на поле С7. Ну, и там есть чем поживиться. Вот, 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 вот мой соперник. А, и конь через Д2 идет на С4. Вот такая, наверное, будет картина маслом. А если я сначала бью конем, то есть вообще не хочу пока вот ферзя разменивать. Ладья С7, да? Хорошо, хорошо. Ну, просто у меня идея, чтобы конь на С4 так быстро не прибыл. Ну, и допустим, я по-прежнему, по-прежнему, ага, если я играю так, тогда он уже взял на, на Б4, взял сюда. Хотя там пешка Б4, конечно, будет опасная, опасная проходяга, но, может быть, не настолько это все серьезно, как, как я, честно говоря, ожидал. Так, а время? А время? Время нельзя, знаете ли, упускать из виду. Так, ладно, давайте играю Б6, пешку на С7 просто хочу отдать. И конь на С5 встает, и чтобы до пешки Б6 никто не добрался. Ну, понимаю, спорная идея, конечно. Спорная идея. Ну, я надеюсь, что соперник просто испугается вот этой самой пешки Б4. И он в какой-то степени испугался, вы заметите. Испугался, но вот давайте посмотрим, почему это приведет. Напал, напал на коня. То есть, пока он нападает на моего, я нападаю на него. И вот теперь еще слон на Е2 немножко подвис. А потом, может быть, конь Б5 или конь Д5 пойдет. Какой-то такой вот будет шансик, да? Шансик и нюансик. Конь Б6. Так, погодите, если взял на Е2. Потом король Ф1. И что? Ну, к сожалению, друзья мои, к сожалению, просто тотальные размены происходят. Просто тотальные разменчики. И ничего сделать, видимо, нельзя, да? Ну, да. К сожалению, к сожалению, не удается. Конь Е2, король Ф1. Король Ф1. И так-так-так-так-так. Сюда. Сюда, сюда, да. Шаг, шаг, да. Ну, ничего не получается. Что поделать? Что поделать? Селяви. Ну, конь С8. А, ладья С3. А, погодите. Блин. Это что, я просто пешку зевнул, что ли? Вот ведь ядреная. Вот ведь пассатижа какая. Я совершенно, не, совершенно для меня неожиданность была, друзья, что вот так, так это все произойдет. Так, ну, давайте нападаю на эту пешку. Неужели, неужели эту пешку я не съем все-таки? Да, вот если так присмотреться и пристраститься. Сюда, ну, скажем, сюда. И, ага, то есть он ладья А7 может сыграть и просто на меня напасть. Так, раз-раз и выясняется, что там пешка по вертикали цей идет. Да, друзья, ну, совсем все неудачно. Совсем все неудачно у нашего брата, друзья. То есть в той позиции, где надо было, ну, можно было бы согласиться на ничью, ну, как будто бы, да, я просто взял и согласился совсем на другое. Так, это, между прочим, я иду мат ставить. Вы понимаете, я иду ставить мат. Да, ну, то есть в результате отдаю все, что только можно и все, что нельзя. Да, ну, растерялся. Растерялся, да, и здесь, наверное, надо просто сдаться, потому что позиция совсем уже безобразная. Так, вот эту партию, за эту партию немножко стыдно. Продолжение следует...